Так, не хочу беременеть, мигрень передмесячными тоже может быть, да, вполне. Триггеры разные могут быть, и на сладкое, и то, что вы там не то съели, не то услышали, куда-то не хотите идти. Абсолютно разные триггеры могут быть. И этот триггер, он будет повторяться перед каждой мигренью, вы просто вычислите его, и с этим триггером надо поработать. А действительно ли оно так? А почему я так решила? Когда в первый раз была мигрень, и кто мне этот триггер навязал, кто мне сказал об этом, то здесь можно даже поработать с прошлым, ну, с воспоминаниями, и откуда у вас это всё появилось. Я, например, работала, я поняла, почему у меня именно, что я не сплю мигрень, да, у меня триггер от того, что я не вовремя легла спать. И я, в принципе, этот триггер могу убрать. Любой психолог может убрать триггер регрессии. Ты знаешь, знаешь, что такое регрессия? Вот, любой. Но мне его убирать не нужно. Это моя помощь. Да, как это, тренер мой, да, который стоит надо мной и бьёт меня по башке. То есть тренирует как на тренировках. Поэтому я ещё тогда давно в эфирах сказала, что это мне помогает сейчас, просто выработать новую привычку. И всё. А так, конечно, блин, если из-за сладкого у вас мигрень, то тут надо триггер. Это, конечно, убираться психологом, я думаю. То есть пойти и понять, откуда это возникло. Вот, например, сейчас такой, чтобы вам было понятно. Ребёнок в детстве взял бумажку, а мама ему кричит, или денежку нашёл. Мама кричит, брось, это кака заразная. Человеку уже, я не помню, сколько лет, я возраст точно говорила в каком-то эфире, сейчас не помню, очень реальная история. Вот, он берёт любые деньги, если в руки, не электронные, он покрывается коростой. То есть у него аллергия на деньги, потому что они грязные, они заразные. У него шаблон такой заложился. И, то есть, с этим трекером психолог поработал, сейчас у него нет проблем с деньгами, да, он спокойно их трогает, у него уже аллергии-то нет. А так он начинал чесаться волдырями, прыщи сразу по всему телу, высыпания. То есть тело сразу реагировало на деньги. Долго не могли понять из-за чего, потому что с деньгами-то каждый день человек сталкивается, да. Вот много лет лечили от аллергии разных, и на пыльцу, и на чего угодно. Загрязнение воздуха там есть. А потом узнали, что у него вот этот шаблон, когда он поработал с психологом. Сейчас у него нет этой темы. И вот любой триггер закладывается, на который срабатывает шаблон, да, где-то нам что-то сказали. И всё. Ты приходишь к гинекологу, и он тебе, блядь, 15 лет. И тебе гинеколог, например, начинает, просто такие тоже истории слышала и читала, начинает говорить, вот там половые связи, это гряза там не это, там то не сё. И, короче, начинает там какую-то бред мести. Навяливать людям, детям, да. Да. А девочка это потом вырастает, и каждый раз после половых там актов у неё молочница, флёчница, там всякая фигня, раздражение. А никто понять не может от чего. А потому что ей врач сказал какую-то херню. Да, есть такая хрень. Ты не предохраняешься, всё тебе предохраняется. Вот, а то есть... А она уже с мужем там живёт сколько лет, и они не хотят пользоваться предохранениями, да, и, в принципе, нам бы её рад забеременеть ещё от них. Вот. Но она не может постоянно лечиться. А почему? Потому что ей сказали, что без консерватива это плохо. Это всё реальные истории. И нам всегда навешивают. Навешивают вообще не по-детски. И мигрень, такой болезни нету, которая бы влияла на физики. Это чисто вот шаблон какой-то. Есть триггеры. Поэтому заводите. Кстати, я знаю очень много с мигренью людей. Каждый эфир, блин, все жалуются на мигрень. Потому что я часто о ней даже говорю, и все пишут, и у меня, и у меня. Начните вести дневник мигрени, что было накануне. О чём говорили, куда ходили, что видели, что слышали. Всё, все мысли. Потом найдёте вот общее. Так, вообще, давайте дочитаем, что-нибудь ещё ответим и пойдём. Потому что мы уже постараемся с тобой. У меня, кстати, по деньгам тоже у меня такая фишка есть, что когда деньги, допустим, посчитаешь, да, или там, я дитю даже говорю своему дочке, иди руки помой. Иди руки. У меня тоже есть такая тема. Смотри, ненавижу. Я отслеживала, я отслеживала. Я уже давно это отследила. Я сейчас уже, естественно, это не говорю. Ну, как бы, вот у меня была такая тема, и я реально, как бы, осознала, что это деньги грязные. И, естественно, они ко мне не придут, если они грязные. Если я от них, это, быстро, чтобы их там... Вот это у тебя шабло. Да, была такая тема. Можно на электронные деньги перейти. Я давно бумажками не пользовалась вообще. Так, Оля сказала, что если вы будете относиться к себе как к хрустальной вазе, то с тебя начнут сдувать пылинки. Ага, и можно себя легко разбить. Ну, не знаю, двояко, конечно, здесь. Вообще можно всё двояко, как принизить, так и повысить. Как... Поверишь, увидишь называется. Ну, да. Ну, можно, да, использовать, почему нет. У тебя будет самый классный мужчина и твой. Да, согласна, конечно. Тут многие писали, ну, если у тебя нет мужчины, значит, он тебе и не нужен. Да, согласна, я у меня вообще противоречишься сейчас. Вообще миллион противоречишься. Я только развелась. Думаю, блин, нафиг он мне нужен. Ну, так просто для души, почему бы и нет. Но уже без вот этих вот штук, которыми я могла бы закрыть дыру свою. Потому что, когда я в первый раз замуж выходила, да, я очень хотела в Сингапур. Туда не замужем нельзя. И мы сразу же там в Сингапур уехали. Вот. Туда визу не давали мне вообще. Типа не замужем. И то еще под вопросом, если двоих детей нет, даже если замужем, под вопросом. Если тебе 45, меньше 45. Вот. Нам все-таки дали визу. Потом, чтобы не было с кем путешествовать. У меня куча запросов было к мужику. Там прям целый такой список. Ну да, он закрыл все мои вопросы. А что толку? Я бы хотела дыры свои закрыть. Другого. Другого, да. Не, не то, что другого. Я насладилась все. Я себя осознала. Мы сейчас просто идем разными дорогами. Я другая. И, соответственно, и уже отражение будет другое. Если человек с тобой не меняется вместе, да, то через год дороги расходятся. Согласна. Триггеры есть причина? Ну, нет. Триггер это то, что на тебя как шаблон срабатывает на тебя. Как собака Павлова рефлекс. Триггер это рефлекс. А причина может быть в чем угодно. Ну, почему вы это... Причина это, почему вы захотели этот рефлекс получить. Почему вы поверили. Часто мы верим учителям, родителям и тем, кто для нас... Авторитетом являются. Авторитет, да. Мы слушали авторитета. Причина была в авторитете. А триггер это просто такая связь. Трын-тын-тын с этим авторитетом. Триггер это провокация. Да, словами сейчас сказать. Провокация. Согласна. Такое слово интересное. Что, у нас классный эфир получился? Вообще суперский. Еще бы понять, что сделать-то надо. В смысле, что сделать-то надо. Расслабиться. Расслабиться, да, точно. Это первое вообще, что надо сделать. Вдохнуть побольше всего прекрасного воздуха, нескончаемого, который у меня есть. У меня еще есть... А еще творчество? Творчество, молодость, красота. Я жива, блин. Я еще есть вообще, существую. У меня еще есть мозги, глаза, руки, ноги. Вот, у меня столько всего есть. Я прекрасна просто. И каждой нужно так о себе сказать. С чего дальше? В итоге подводим-то. Что еще? Что еще? Начать желать, кайфовать. Начать желать, да. Это да. Радость. Искать то, что мы давно хотели себе сделать. Хотя бы для галочки, да, все твои желания. Любыми способами. Играючи. Вот, например, вы хотели там когда-то в детстве в космос полететь. Я хотела быть волшебницей в детстве. Да, волшебницей быть. Придумайте три способа, как можно полететь сейчас в космос. Можно. Что-то я не хочу в космос. Я хочу волшебницей. Вырабатывать хорошие привычки, да, согласна. И это труд. И почему бы и нет. Почему бы не постараться для себя. А люди, жопы, ленивы, которые говорят, мне не по импульсу. Ну, это все. Ну, как бы, здравствуй старость. Ну, да. А в детстве сейчас человека посетит. Мне не по импульсу. Блин, как меня бесит эти люди. Вообще жесть. Они приходят на курс. И у меня все с курсами просто связано. Я всегда бешусь вот так вот. Я вас ненавижу. Даю задание. Ребят, говорю, вот такие правила в чате. Вот писательский марафон. Вы должны писать каждый день до 24 часов, сдавать пост. И выработать себе привычку писать. Через «не хочу». Но эта привычка должна в вас сначала встроиться. А потом вы уже начнете писать там. Хлебом вас не качает. Отклаблено. И вот эти мысли. Но сейчас, ну, придется. И чтобы вы не просто писали там. Все, что как чуча, что вижу, то и пою. Вам нужно в определенное там количество. Логовитм. Ну, да, да, да. Прямо структурно все. Сейчас, в самом начале впихивать. Офигенный объем информации в два-три предложения. То представьте, какой космос вы можете вложить в книжку. И что люди пишут, блин? Ну, мне не по импульсу сегодня. Не надо меня выгонять. Ну, мне же не по импульсу. А я не могу вот такое количество символов написать. Я хочу там 10 слов написать. Ну, не по импульсу мне выжать. Блин, ну, ты сейчас работаешь над собой, ты учишься. Какой там импульс, не импульс? Вот когда мне вот это говорят... Конечно, это всегда будет не по импульсу, когда новое что-то вырабатываешь. Тем более оно такое, через усилие оно идет. Это, конечно, какой импульс вообще? Импульс был пойти и научиться. Вот на этот импульс надо фокусироваться. А каждый день как бы искать оправдашки свои. Но это при чем тут импульс вообще? Так о чем и речь? Что люди путают. Поэтому, когда мы говорим «жить по импульсу», это «хочу сделать, я иду и делаю», а не «мне не по импульсу». Кто-то говорил «жить не по импульсу». Я ни разу в эфире не говорила «живите не по импульсу». Это как, знаешь, вот, например, я вот к себе, да, вот, допустим, я захотела пойти на танцы. Я здесь, ну, как с молодости хотела, мне все время там то одно, то другое, то музыка, ну, в общем, так и не дошла. И я пошла просто, и пошла. А теперь мне нужно ходить. Ну, я хочу туда ходить. Хоть мне и впадло, и как бы меня ломает иногда. Но мне, я хочу вообще, я же хочу ходить на танцы. Значит, я должна себя взять в руки и пойти на танцы. Потому что танцы... Потому что я хочу ходить на танцы. Да. Твой импульс? Да. Научиться главное. И ты не поверишь, я когда туда прихожу, и когда проходят занятия, я с таким кайфом выхожу, что я так... Какая я молодец, что я пришла. Я поверю, я поверю. Потому что это реально классно. Каждый раз так. Люди тут начали профессии свои, там, писать из прошлого, кем они хотели быть в будущем, там, библиотекарем или еще кем-то. Вы можете в это поиграть. Дети, когда хотят стать капитаном дальнего плавания, что они делают? Они не думают, что это невозможно. Что я маленький, у меня нет опыта. Я еще не выработал, там, ценз, я не работал, там, юмкой, там, еще что-то. Я смотрю на них, и что они делают, да? Они берут диван, дербанят, ставят там два стула, накрывают это, ищут кепку, там, тельняшку у папы. Они играют, играют в капитана дальнего плавания. Далеко, гляжут. И они играючи проводят время. Они даже не задумываются, что это не похоже, или как-то они в адресах и так далее. Весь смысл-то в чем? Когда мы должны исполнять свои желания, мы не должны их исполнять по правилам, как они, ну... Типа должны быть. Да. Ты можешь придумать любой же способ исполнить свое желание. Ну, любой. Даже тот же библиотекарь. Как можно сейчас придумать и поиграть в библиотекаре? Даже сейчас дома можно стать библиотекарем. Иди, возьми книжечек. Книжками обложись. Выдай родственникам по книжке. Напиши время, когда ты должен ее вернуть. И так прочти, и потом не расскажешь. Маме дать, папе дать, бабушке, дедушке, детям, кому угодно. То есть поиграй. Приятно с полезным совместить заодно. Да. Еще и людям. Мужу пойти купить какую-то книжку или даже в библиотеке подсунуть и сказать, так вот я тебе написала сроки, прочти книжечку. Вот я тебе даю под роспись. Такие дела. Короче. Надеюсь, из нашего эфира получилось. Как быть женщиной изначально? О какой мы говорили? Радостной. Счастливой, да. Счастливой, вот. Как быть счастливой женщиной, либо счастливым мужчиной? Женщине тоже же нужен счастливый мужчина. Конечно. Чувствуя все про женщин. Про мужиков точно так же. Женщине нужен счастливый мужчина. Если он несчастный, то ты не чувствуешь рядом с ним ни защиты, ни опоры, ни херов, ничего вообще не чувствуешь. Нет, ты чувствуешь себя виноватой рядом с ним. Ты чувствуешь себя виноватой, тебе хочется ему помогать, ты забываешь о себе вместе. Если вы этой яме копаетесь, потому что ты же вдохновительница, должна вдохновить этого нытика. Ты с ним несчастна. Вот. Но когда у него ничего нет, но он счастлив, вы очень быстро добьетесь, и ты его вдохновишь, и полетите к звездам. Ну, нельзя по-другому. Только стать счастливой. Мэри, а как ты думаешь, вообще можно вдохновить мужчину? Конечно. Своим примером. Только когда ты, получается, сама счастливая, вдохновленная, правильно, другого пути как бы нет. Он как бы именно своим примером. Это бессмысленная затея там что-то его там подпихивать там, или как-то там его мотивировать его. Они как бы самомотивируемые по-хорошему. Если как бы видят радость, счастье, удовольствие в глазах, они этим и заряжаются, правильно я понимаю? Ну, в моем понимании, да. Ну, и в моем тоже. Любые вот эти подпихивания, они еще больше могут его вогнать в неполноценность. Они его тормозят и еще и отворачивают от человека, от женщины, отворачивают они. Да. Получается, она берет на себя роль родителей, правильно? Мама. Все отваливается, и все сразу пык, и упадает. Да. Направляет мама, учит мама, воспитывает маму, помогает мама. Жена это все делает, то есть в паре, там другие отношения. Мне очень понравилось, как Ольга Дамажирова сказала, и еще потом я увидела случайно, блин, ролик, просто рекламный. И, короче, меня прям торкнуло. В паре мужчина и женщина не должны быть родственниками. То есть никакого инцеста. Даже такая фишка, как, типа, я стал, он мне стал как родной. Вот когда вот это родной происходит, секс умирает. Да. То есть, блин, у нас нету ни у кого, скорее всего, за исключением примеров, какие должны быть отношения в паре. То есть мы не видели хороших отношений у папы и у мамы. Вот у меня вообще не было отношений между папой и мамой, потому что они развелись, когда я была маленькая. Да, и это было, ну, вообще... У меня примера не было. Есть, когда папа с мамой были вместе, да, но, может быть, там какие-то... Блин, ну, есть, да, но я таких людей не знаю. Ну, есть, конечно, все есть в мире. Ну, в моей жизни тоже такого не было. Не знаю. Когда папа с мамой были вместе, да, всегда были конфликты и ссоры. Кто-то кого-то учил, кто-то был как мама, кто-то был как ребенок, ну, в роли, да, кто, там, допустим, либо папик с дочкой. С тиран-жертвой, ну, как обычно. С тиран-жертвой, да, там, то есть, ну, разные роли были. И вот эту роль дети, конечно, перенимают и потом стараются. Либо они, наоборот, ненавидят папу, либо хотят быть как папа. Ну, дело в том, что даже если идешь или по сценарию, или по анти-сценарию, результат один. Да, то есть, получается, ты хочешь, например, если ты мужик, то ты либо хочешь жену как мама, копию. Либо не хочешь. Либо, наоборот, анти-мама. То есть, у тебя две крайности. Ну, ни то, ни то, ни правильно. Так, а в любом случае, эти две крайности, это одно и то же, две противоположности. И получается, что ты именно это и имеешь, по-хорошему. Отчего ты отпихиваешься. Согласна. И оно тебе не помогает. Вообще. У меня вот такая тема была. У меня мама, типа, в роли жертвы была. Ну, есть, да. А папа в роли тирана. И я, как бы, в детстве сделала ли себя вывод, что я, я так никогда не буду, чтобы муж, он, ну, так разговаривал, чтобы я там, типа, вообще заткнулась и молчала. Либо ты тиран-жертва. Я буду наоборот. Я буду наоборот. Ну, типа, я наоборот. Но суть та же. Я в итоге, так они хоть живут вместе, а я нет. Уже не раз. Получается, что, ну, как бы ты ни старался, знаешь, за что боролся, на то и напоролся, получается. Поэтому, в любом случае, надо всё это в себе воспитывать. Да. Узнавать. Скажите, рассказывайте вот именно про отношения в паре. Сегодня у нас был эфир, как начать нравиться мужчинам, да, и какая женщина нужна мужчине, и что сделать, чтобы они тебе начали нравиться. Вот на этот вопрос, я не знаю, мы ответили или нет. Старалась, конечно, да, и наши зрители больше постарались, чем мы с тобой, потому что ответы были такие, что завышенные требования к мужчинам, а это завышенные требования, ну, естественно, к себе огромные, просто завышенные требования. Ожидания большие, вот. Претензии. Претензии. Не даём шанса мужчине проявить себя. Чё ещё? Запомни. Прямо записать надо, скажи. Не помню. Искренность. А, мы мужчинами хотим дыры заткнуть, вот об этом я же говорила, вот, и поэтому, естественно, мне не нравится, потому что, ну, к моим щелям надо же ещё подобрать. Он не подходит, он не подходит, да, это очень трудно, очень трудно, чтобы он закрыл все мои штуки, которые, там, жизненно мне необходимы, и самой лень надо, чтобы он пришёл и всё починил, там. Как бы, надо пересмотреть сценарий. Причём это даже не только материально, чтобы он сказал, какая я хорошая, чтобы он сказал, какой меня любит, да. И так далее. Он мне нужен, чтобы я была за каменной стеной. То есть, затык такой, что я, ну, очень беззащитно в этом мире себя чувствую, и мне нужна защита, чтобы мне кто-то за меня всё решал. Вот, и я хочу, ну, мужиком этот затык заткнуть, то есть, я же приводила не только, там, полочки не хватает, чтобы кто-то прибивал. Любые затыки тут все. То есть, мы пытаемся другими людьми закрыть затыки. Естественно, мне никто не нравится, потому что найти такого, который закроет все затыки, не получается. Где-то в каком-то чё-то не хватает, чё-то подкрутить надо. Вот, а когда мы эти затыки, свои жизни сами в себе прорабатываем, осознаём, да, мужчина нужен для любви, для удовольствия, от которого не нужно нам ничего требовать. Если мы сами даём, во, ещё подытожить, да, женщины, которые пишут, что ты хочешь, а, зачем тебе мужчина, они пишут, я хочу, чтобы он меня любил. Вот это вот прям заострит внимание. Пишут, чтобы было кого любить. То есть, все хотят брать, а давать ни хера не хотят. Чтобы начал нравиться мужчина и пришёл к тебе, там, в твою жизнь, ты ещё должна готова давать. А не только закрывать свои дыры. Вот, а в следующих эфирах, я думаю, надо поговорить об отношениях в парах. Вот куча раз мы усолили эти вещи, но не могу ещё об этом говорить. Я прям буду ждать этого эфира. Вдруг я опять выйду. Тебя можно мотивировать, вот лично меня. А как тебя можно мотивировать, вот лично? Я вообще не понимаю, так, мы уже, наверное, на это. Это, наверное, у вас риторический вопрос к тому себе. Так, а я... Сейчас. Вот я так про мужа говорю, что он не родной, а как мужчина вообще его не хочу. Ну, он и играет... Наверное, мне родной. Он родной, а он всё равно продолжает играть роль папы. Ну, смотри, изначально, если он продолжает играть роль папы, значит, он изначально её начинал. А если он её начинал, вы же как пазлы потянулись, ты тогда была в роли ребёнка. Но если ты сейчас поменялась, то либо он меняется, либо вы расходитесь. Здесь сценарий, скорее всего, вы расходитесь. У тебя сейчас другой будет мужчина. Потому что если ты поменяла себя, а он нет, ну, как бы, смысл его переделывать. Либо вы это делаете вместе, либо вы расходитесь. Правильно, Юш? Правильно говорю? Да. А он это и не работает, он не переделается. Да, то есть, если ты уже готова к родноправным отношениям, неродным, где вы договариваетесь, и каждый занимается собой, своими делами, а вы вместе для секса, развлечения, там, расти детей, быта, уюта, ну, кайфушек мы вместе. Кайфушек, да. Не дыры свои затыкать, да, ради кайфушек. Вот если ты уже готова просто быть с человеком, не почему, не для того, чтобы он что-то тебе там должен был, тогда тебе уже нужен новый. Потому что тот твой старый, он ещё, с чего вы начинали, да, если он продолжает играть роль папы, а ты нет, то он не всё. Я почему со своим мужем расстаюсь? Я мамка, а он ребёнок. Я два года этих очень хорошо это всё отыграла. И поняла, что мне очень сильно не хватало побыть в этой роли мамки. Я хотела эту роль. Я её отыграла и поняла, что, ну, больше мне такая роль не нравится. Хочу равноправные отношения. Поэтому у меня сейчас сценарий жизни поменялся, и мы с мужем очень радостно, легко, на очень лёгкой ноте разошлись, без всяких там претензий, друзья, всё навеки, всё хорошо. Но как бы мы не строим вообще в семье. А ему ещё нравится быть в роли ребёнка, и меняться он не собирается. Ну, это его право, выбор, а пусть играет. А мой выбор, значит, ну, если ты не собираешься, то есть ты в этой роли, а ему это удобно, ему интересно, ему нравится этот сценарий. И он выбрал меня, чтобы я такая же, как мама была у него, да? Ну, нафиг она мне. Ну, да. Ну, мне тоже было интересно, я же люблю вот это. Заботиться так, что просто долюбить до смерти. Да, да, догнать и нанести счастье. Потому что ты, ну, нафига я мама вторая. Вот, для меня пока это дошло, как до жирафа, прошло куча лет. Как бы я никогда не понимала, почему у меня всё всегда так складывалось. Вот меня торкнуло, и мне хорошо. Такая же тема, такая же, аналогичная. Мужчина должен и швец, и жнец, и над людей игрец. Вот такие дела. Он за мной не успевает. Начинал папа, и всё, меня устраивало. Он был папиком, да. Вот, а теперь я поменял. Юлечка, ну, как бы хватит терять время, тянуть, там, дай ему возможность найти новую дочку, а ты ищи себе другого мужчину. Вот, если вы не поставите точку, так и будете мучиться. Надо вообще уходить всегда на пике кайфа. С бизнеса, с семьи, со всего. Ну, сейчас на меня наслушаетесь, конечно. Вот, но здесь эта доля правды есть. Да, точно есть. Когда думаешь, как мотивировать мужчину, перекладывает это на себя. А, себя замотивировать, да, согласна. То есть, если ты думаешь, что нужно замотивировать мужчину, возьми, замотивируй себя на какие-то новые подвиги. Ну, трансформация пошла. Сегодня у нас был эфир, как это сделать без самокопания и трансформации. Я не хотела бы вас мотивировать. Ну, если бы ты была мужчиной, да. А я люблю, когда меня мотивируют. Причём я мотивируюсь только тогда, когда меня хейтрят жёстко. Вот тогда мотивация включается, вообще просто. Ну, да. Забудьте, я этого не говорила. Потому что я и бешусь очень сильно, но прогресс потом очень большой. Если вам кажется, что вас что-то не устраивает, значит, вам не кажется. По проценту. Браво. Браво. Слушайте, ребят, вы сейчас все участвовали в прямом эфире и очень много классных вот этих фишечек рассказали. Особенно ты вот сейчас, Мари Голд. Мари. Можете, я сейчас сохраню эфир. Вот эти вот все ваши фразочки, все вот эти вот ваши идейки, всё, что вы писали, под видео продублировать, чтобы мы смотрели, ещё и читали потом. Потому что многие ночью не попали на прямой эфир. И вот то, что вы подсказывали, то, что вы писали, ваши идеи, да, блин, они будут классно смотреться в комментариях. Это не для того, чтобы там увеличить подписчиков, потому что сейчас Инстаграмы по барабану, на комментарии, на лайки, на всё вот это движение, то есть на охваты по барабану. Я к тому, что, когда будем эфир смотреть, классно читать комментарии, и тут было куча подсказок. Согласись, классные. Да, супер. Вот. Кстати, недавно стало, что раньше были видны в записи комментарии, а сейчас нет. Не, не видны. Были раньше, сейчас не видно, да. Надо продублировать их в комментах, особенно, ну, куча классных идей было, фишек, приколов, подколов, мне понравилось. Вот. Не все, правда, зачитала вопросы, потому что мы с тобой, видишь, сегодня что-то про мужчин. Но если какие-то были вопросы, и на них подписчики же отвечают. Прикинь, вот мы с тобой ведём тему о мужчинах. Кто-то спрашивает про глаза, и мы уже ниже, ниже там про глаза. Отвечают, да, да. Ну, прикольно. Так, ну я, в принципе, всё заканчиваю. Есть тебе ещё чем-то подытожить? Ой, я тебя благодарю за этот эфир, вообще за все эфиры. Я тебя слушаю с осени 20-го года. Вообще, ты просто огонь. Мне очень помогли твои эфиры. У меня было такое состояние, ситуация такая. А Оле вас мотякает? Оля, я Оле, Оле тоже я. Оля, я через тебя вышла. Я не про Олю говорю, про троллинги, когда я вас мотякаю всех. А, у меня вообще не касается этого. Мне нормально. Мне нормально, да. Мне нормально, я как бы, вообще, я настолько искренне, я вижу, что ты искренне, я вижу, что ты хочешь дать, что ты даёшь, и я с удовольствием это беру, я этим пользуюсь, и очень рада, что вообще, в принципе, ты у меня в жизни появилась. Эфир вообще огонь. Мне очень прям, мне ещё много очков сверху, что я поучаствовала. Благодарю тебя за эту возможность. Буду ещё рада очень поучаствовать. Так, здесь, в середине эфира, я запомнила, спрашивали, как тебя найти, кто ты такая, кто такое, там, короче, люди спрашивали, если ты не заметила, так, дай же комментарии. Ну, я читала, я не видела. Сэм, кто она такая? Вот. Под эфиром сейчас сохраню, пожалуйста, свой аккаунт. Хорошо. Я была в эфире, мой аккаунт, люди здесь, они зайдут, посмотрят, потому что многие спрашивали про тебя. То, чё, как ты. Вот. Но обычно, всегда, кто с ним коллаборирует, вот, всегда просто дайте аккаунт. Кому-то понравилось. Прекрасно. Надеюсь. Я тоже люблю Нелли. Уже. Если они тут были. Ну, парочку было. А Ось, ты же свободна? Да. Да. Короче, ребят, кто будет смотреть записи, мы свободны. Мы свободны. Я, правда, так вообще неожиданно вышла, но тем не менее, ладно. В жизни я ещё красивее. В жизни я ещё красивее. Главный результат для нас, а матюки для мотивации. Всё, спасибочки. А то просто многие пишут, вы такая некультурная, неприличная. Вот, вы столько даёте полезного, ну, я услышала, отписывай. Нет, прикинь, увидеть ложку дёгтя в мёде, блин. Я говорю, не на то фокус у них. Да. Они просто, у них просто травмы. У них заряд. Я да плохо. Какой мы вообще здесь в первый раз. Вы гений в своём деле. Спасибо. Ну, по троллингу тоже. Ой, люблю, люблю. Я обожаю, когда в конце эфира куча всяких этих пишут. Люблю, куплю. Хотела сердечки понажимать, а у меня тут нету. А, не могу. Ты в эфире, тебе не надо. Слушай, мы с тобой вели эфир два часа. Прекрасно. Кажется, что прошло двадцать минут. Согласись? Ну да, не два часа точно не кажется. Ну да, два часа, два часа ночи уже, офигеть. Эфир кайф. Так, все, ребят, давайте сделаем так. Еще раз повторю, заканчиваю еще. Вы какие-то комментарии писали классные, которые вот прямо вот прямо как на стене написать и запомнить как аффирмацию. Продублируйте, пожалуйста, вопросы продублируйте, продублируйте с ответами. И плюс еще продублируйте ваши, ну вот эти вот любуюсь такое, люблю-куплю-палитейки, вот, которые вы сейчас не успеете видеть. Я матюки не люблю, но у тебя их как-то не слышу. Вот, видишь, с того, какой фокус дубайт. А вот это читала Нелли, у тебя святые маты. Да ладно! А, святые маты. Про маты у меня был эфир вот пятнадцатиминутный, где я просто сказала, то, что мат это такой же ресурс и такая же возможность для использования. Мат разрушает неровные связи. Да, это так. И это есть ученые там доказывали. Но вы же неровные связи какие можете разрушать? Шаблоны, негатив какой-то, привязки, да? Вы можете разрушать вот эту привязку с людьми, которые там пытают вас просто сумасшедшим негативом, токсичных людей послать. Они не понимают по-другому. А вот так у вас есть операции, все. То есть я считаю, что все уместно использовать. Ну, в свое время, да, в нужное время, в свое время. Говорить на матах только на матах это плохо, заменив язык. Но использовать маты, где они уместны, это же просто колдовство и волшебство просто. Плюс маты они всегда использовали ведьмы, колдуны, знахари. Для усиления. Даже болезни лечили матами раньше. И матами не только болезни лечили, да много чего делали матами. Это большая сила слова. И если что-то да пошло на все эти проблемы, да пошли они нахрен эти там, я не знаю, эти банки там. Все, мы связь разрушаем, мы идем кайфуем. Да пошло на нафиг эта депрессия. Матами как обложили эту депрессию, еще и там дрова порубили, если полезно, либо старую посуду не нужно. Побили. Побили. Или там снег покопали с матами. Вот, но вы можете же расстаться с тем, с чем вы не можете расстаться. Как это сделать? Как это сделать? Пишут мне Аллилуйя. Покройте это и все. Ну да. Особенно идея пришла сейчас. Ладно, завтра сделаю. Люди, которые Аллилуйные, да, и маты практически не используют. И они всегда пытаются придумать способы. Аллилуйные это же самые больные люди, которые очень много в себе держат. Подавили, да. А представь, сколько они могут вот этой силы выпустить через маты. для них эта сила слова будет ну там я не знаю в миллион кратнее, чем те люди, которые, ну матерятся, для них мат уже как пустой звук. Так что такой классный инструмент. Я использую мат, когда меня угнетают мои же мысли. Ну вот. Мысли, люди, события, что угодно. Так, пять утра, теперь можно и спать. Да, все, короче, у нас вот уже вот прям реально два часа прошло. Все. Всех целую, пишите в комментарии и мы увидимся с вами. А, подожди, блин, я не могу тут комментарии просто. В школе за мат и пишут детям замечания в дневнике. Согласна, детям мат это зачем нужны, что им в своем неокрепшем уме разрушать. Понятные маты, блин, ай-яй-яй. Вот, ну надо просто им объяснить, что ты потом вырастешь и сможешь их использовать и рассказать, где. Ну да, хорошая идея, кстати. Да, хорошая. Все, отключаюсь. На этой, на этой радостной ноте, да? Сматривая. Ноте уже, которой там уже целая мелодия проиграла. необычу. Нет. Все. -